У нас 7 утра, у вас, наверное, часов 11, я так думаю. Да, у нас рабочий день в полном разгаре, с утра уже выполнено очень много задач. Так, Марат Амирович, у меня для вас есть, знаете, очень главный, очень важный вопрос, который, на самом деле, я думаю, должен понять каждый инвестор нашего фонда. Какова основная миссия Амир Кэпитал? Философия, ценность, кто мы, куда мы стремимся и чего мы хотим достичь? Вчера у меня была встреча с одним из инвесторов. Он достаточно такой интеллигентный человек, то есть его последняя должность была начальник РОВД. И мы с ним как раз на эту тему общались по поводу миссии компании. Я говорю, вот представь, ну мы обсуждали ситуацию в Казахстане, то есть он сам как бы алма-атинец, казах. И, конечно, у нас на сегодня горячая тема – это ситуация в Казахстане. И я у него спросил, а была бы ли эта ситуация, если бы каждый казахстанец имел бы на счету 200 тысяч долларов? То есть технически же это возможно осуществить? Ну, я разговаривал лично с ним, я у него спросил, какой твой счет в Амир Кэпитал. Ну, он ответил. Я говорю, вот представь, что у каждого казахстанца вот такой счет в Амир Кэпитал. Ну, пусть даже не в Амир Кэпитал, а в какой-нибудь инвестиционной большой организации, которая, ну, дает какую-то доходность. Случилось бы то, что случилось в Казахстане, если бы у людей были бы деньги. Наверное, нет, да. Ну, то есть мы пришли к выводу, что, наверное, нет. Но люди просто от отчаяния, ну, вышли на улицу, грубо говоря, и там малейшей провокации было достаточно, чтобы все это превратилось в какие-то крупномасштабные беспорядки. Вот. И основная миссия Амир Кэпитал в том, что деньги вокруг нас, денег много, и, соответственно, обладая определенными знаниями, можно технически достичь такого, что деньги будут у всех. Точно так же, как вода, воздух. То есть это инструмент измерения. Я не устаю об этом говорить. Деньги — это всего лишь инструмент измерения. И этим инструментом измерения может обладать каждый просто это вопрос дисциплины и набора определенных каких-то алгоритмодействий. И мы, прежде всего, пропагандируем это, обучаем этому, ну, и предоставляем определенные инструменты, инвестиционные инструменты для того, чтобы человек мог сформировать капитал. Марат Амир Ильич, вот как раз-таки ваши слова «богатым должен быть каждый, и богатым может быть каждый». Для этого нужно лишь узнать несколько упорядоченных алгоритмов. Это как раз-таки слова из Сани Мэн книги. А что за алгоритмы? Ну, первое — это вести учет доходов и расходов, да, второе — откладывать, третье — планировать и четвертое — инвестировать. Конечно, под каждым пунктом есть подпункты, да, там, ну, желательно их тоже хорошо для себя уяснить, выстроить определенную какую-то стратегию. Она у каждого своя, то есть, ну, в плане даже учета доходов и расходов у каждого, ну, своя, скажем, табличка. В части планирования тоже у людей, у каждого свои мечты, свои планы, свои горизонты, ну, временные и так далее. Тоже самое с точки зрения откладывать, да, там, тоже периодичность, сумма и так далее тоже у каждого своя. Ну, и инструменты инвестирования. Мы, ну, как, рекомендуем всем инвестировать именно в то, в чем ты разбираешься или что тебе ближе по, ну, не знаю, по духу, по… ну, вот я говорю, если ты врач, то инвестируй, там, в медицину, к примеру, там, или в фармацевтику. Если ты педагог, инвестируй, там, в образование. Если ты, там, ну, любишь автопром или, там, IT-технологии, ну, соответственно, инвестируй туда. Есть, конечно, понятие трендов. И можно минимизировать риски за счет того, что ты присоединяешься к какому-то мощному тренду. И на сегодняшний день блокчейн-технологии – это мощный тренд, и можно к нему присоединиться и минимизировать риски. Ну, вопрос лишь терпения. И вопрос выбора партнера. Спасибо большое, ответили на вопрос. Марат Амирович, на кону имя, деньги, репутация вас и очень большого количества людей. Что вы ощущаете при этом? Ответственность. Ну, она как бы и была, и на сегодняшний день просто она более обостренно чувствительна в плане того, что если раньше мы могли допускать себе какие-то, так скажем, вольности, сейчас мы не имеем права на ошибку, эмоциональный фон очень сильно обострен. Если раньше мы даже могли позволять себе какие-то шуточки, то сейчас эфир строго, скажем. По делу. Да, подвергается жесткой цензуре, потому что при таком очень повышенном эмоциональном фоне любое твое слово переворачивается против тебя. Соответственно, ответственность, она как бы не уменьшилась, но она более обостренно чувствуется. Понятно, что, ну, как профессионал, да, я делаю свое дело, ну, делаю то, что должен делать, да, там, и многие люди меня в этом, ну, очень хорошо поддерживают. И, соответственно, ну, конечно, в текущей ситуации очень много отвлекают, именно, ну, как эмоционально, по времени, там, люди лично хотят, там, ну, в глаза посмотреть или лично от меня какие-то объяснения получить, ну, и так далее, и так далее. То есть даже, ну, что греха таить, ну, имеется в виду близкое окружение, команда, ну, вот в текущей ситуации немножко испугалась, поддалась, там, ну, страху, панике. И когда ты в таком, ну, повышенном состоянии, так скажем, не всегда получается подбирать слова, да, да, там, и, естественно, люди, не получая ответа, они хотят получить ответ от первоисточника. И это очень много отнимает времени, сил, ну, то, чтобы людей, как, скажем, успокоить, дать им какой-то вот прям понятный, для них понятный ответ, потому что, ну, техническим языком или, ну, к сожалению, там, ну, есть люди, которые не обладают, ну, там, определенными знаниями, когда ты им говоришь на каком-то, там, финансовом или техническом языке, ну, не все люди с первого раза все это понимают. Возможно, надо, ну, там, несколько раз повторить, и, там, и, наверное, эту информацию лучше воспринимать в каком-то уже таком эмоционально стабильном состоянии. То есть, когда человек, ну, скажем, злой на тебя, то любое твое слово, оно, ну, скажем, не слышится или слышится по-своему. А когда человек, ну, в спокойном эмоциональном состоянии, то он готов воспринимать аргументы, готов понимать что-то, и очень много времени уходит, как, скажем, успокоить человека, ну, ввести его вот в это нормальное эмоциональное состояние, и потом, ну, давать какие-то объяснения по текущей ситуации. И, ну, в большинстве случаев, даже могу сказать практически в 100% случаях, люди, а-а-а, а что ты, говорит, раньше не говорил? Ты, говорю, да я каждый день выхожу в эфир практически, да, каждый день об этом говорю. Ну, просто, наверное, надо много-много-много-много раз повторять. Наверное, надо, как у психолога, повторять каждый день одно и то же. Марат Амирович, а кто вам сейчас помогает, кто вас сейчас на данный момент вдохновляет на работу? Команда. Команда. Я даже был, ну, так, приятно удивлен реакцией некоторых ребят в команде. Они прям вот, ну, скажем, собрались, прям вот как, скажем, в один кулак. Ну, и, конечно, амбассадоры, ну, может быть, я и так немножко плохо выразился, и о команде амбассадора. На самом деле в 80-90% случаях ребята как бы всегда рядом, всегда помогают. И, ну, можно сказать, основную часть негатива берут на себя, давая возможность как бы мне выполнять свою работу. Я как ведущая могу сказать, что мне в директ поступает колоссальное количество вопросов. Помимо того, что я со своими инвест-партнерами провожу беседы, я еще много очень с другими людьми общаюсь. На самом деле у нас партнеры очень интеллектуальные, адекватные, и мне приятно даже пообщаться. Просто достаточно, ну, видимо, до кого-то не доходит информация. И когда человеку разъясняешь и объясняешь, он все прекрасно понимает. Марат Амирович, какие ваши главные достижения в жизни? Наверное, Амир Кэпитал. Ну, по крайней мере, скажем, того тех высот в финансовом и в бизнес-плане, которые мы смогли достичь в Амир Кэпитал, но, опять же, это, скажем, не предел, то есть это какая-то, можно сказать, первая ступень, но для меня это тоже впервые. Да, я горжусь, там, детьми, к примеру, да, горжусь, там, вот, ну, там, своим бизнесом, который сделал. И то, что, ну, на сегодня происходит, ну, можно сказать, да, сплошь и рядом с разными другими бизнесами это происходит. Тут вопрос, как, есть знаменитая фраза Сильвестра Сталлоне, неважно, как ты бьешь, важно, как ты держишь удар. Ну, для нас это испытание. Испытание, и, может быть, оно не первое, это наш такой внутренний, скажем, четвертый кризис. И все кризисы были, я старался, как бы, проанализировать, ну, скажем, корень, откуда это, да, там, и, соответственно, сравнивал с предыдущими кризисами. То есть у нас, вот, предпоследний кризис в 19-м году у нас был, он длился тоже, ну, достаточно такое длительное время, с февраля по май, и тогда у нас был финансовый кризис. Вот, реально был финансовый кризис. Сейчас у нас технологический, можно сказать, технический кризис. То есть, ну, были, ну, что греха таить, есть определенные бизнес-ошибки, определенные ошибки, ну, именно в бизнес-модели, ну, и это привело, как бы, к текущему результату. Сделали выводы, соответственно, ну, не ошибается. Ну, как, я себя так оправдываю, конечно, как нормальный человек. То есть не ошибается тот, кто ничего не делает, да, там, соответственно, мы что-то делали, и, соответственно, не хотя, не хотя, ну, пришли к тому, что сейчас у нас есть, и я сейчас на данный момент извлекаю из этого, ну, прям, огромный, колоссальный опыт. Мы получаем прям вот какие-то антикризисные прививки, вот, мощные, да, и я, ну, точно понимаю, что впереди у нас тоже могут быть и будут, скорее всего, всякого разного другие кризисы, но вот за счет предыдущего опыта, я думаю, что мы будем проходить уже намного, ну, мягче, намного быстрее и так далее. И сейчас вот много очень хороших прям результатов, там, выводов мы для себя сделали, и, соответственно, вот в дальнейшем нашем развитии мы это учтем, уже, скажем, внедряем, и, соответственно, нас это только, скажем, закаляет, укрепляет, усиляет, ну, и открывает нам еще большие высоты, горизонты и так далее. Как раз таки, Марат Амирович, как узнать, что компания готова к росту? Настрой, наверное, настрой. Бывает, ну, понятно, что у меня настрой такой, что, там, когда действительно на кону, там, имя твое, имя твоего отца, да, там, все твои деньги, да, там, отступать, в принципе, уже некуда, да, там, и надо по-любому, там, скажем, побеждать, да, там, по-любому идти дальше и так далее. Ну, понятно, что ты один в поле, не воин. И вот, ну, тот масштаб бизнеса, который мы планируем, мне одному, ну, не под силу. Ну, и, соответственно, нужна команда. И когда, общаясь с командой, видя их настрой, и в какие-то моменты у меня тоже, я тоже человек, тоже имею какие-то слабости, тоже иногда, там, плачу, нервничаю и так далее. И, ну, в такие моменты как раз команда, а ну, там, сопли собрал, там, на кулак накрутил, там. И, там, ну, я понимаю, что ребята могут спокойно, ну, скажем, отойти в сторону, да, там, или переждать, или, там, ну, спокойно найдут, там, не знаю, другую работу, там, которая будет стоить, там, и по деньгам, там, в десять раз лучше, и, там, по каким-то другим параметрам лучше. Ну, ребята настроены достаточно позитивно, оптимистично. Ну, и, соответственно, это вселяет... Ну, 80% успеха – это вера. Ну, и, соответственно, команда, которая сейчас, ну, скажем, воплощает в жизнь все те меры, которые мы предпринимаем, и, соответственно, мы планируем, ну, новые планы выстраиваем, имеется в виду, коррективы вносим. Настрой прям очень такой, и, ну, ребята верят, а это уже 80% успеха, и это очень сильно вдохновляет. Как раз-таки следующий вопрос. Ставит ли Марат Амирович цель создать команду из надежных ребят, которые смогут реально, честно управлять всем процессом в фонде, чтобы Марат Амирович мог только наблюдать со стороны и, если только крайняя ситуация, вмешиваться в процесс? Сам блокчейн, он подразумевает достижение консенсуса в среде без доверия. То есть для нас блокчейн тоже, скажем, что-то новое и неизведанное, и мы его применяли, ну, скажем, как могли, да, там, как умели или как хватило мозгов. Сейчас, ну, в силу текущей ситуации, ну, вот, в такие кризисные моменты у тебя открывается там третий глаз, и ты понимаешь, ну, какие-то свои ошибки понимаешь, понимаешь, как можно сделать это лучше, еще больше, да, там. И, действительно, мы сейчас систему перестраиваем именно бизнес-модель, там, ну, включая, там, какие-то финансовые модели, ну, в основном это касательно бизнес-модели. Выстраиваем бизнес-модель, чтобы мы минимально зависели от человеческого фактора, да, там, и, соответственно, чтобы система была саморегулируемая и саморазвивающаяся. То есть, в ближайшее время, я думаю, что мы представим, ну, общему обозрению, сделаем презентации такие, чтобы было понятно, ну, любому человеку, и, соответственно, ну, это, скажем, внушит большее доверие нашему клиенту, и, соответственно, будем уже вместе развиваться. Вопрос команды, как сформировать такую команду, ну, есть основная миссия, да, там, есть ценности, на которые мы опираемся, и люди к нам сами, ну, скажем, притягиваются. То есть, я прям вот, ну, там, не знаю, не бегаю с факелом, там, ища каких-то людей. То есть, ну, они сами не то что находятся, я еще раз говорю, что каждый человек генний, да, там, тут вопрос, наверное, мотивации, да, там. То есть найти ту кнопочку, тот ключик, да, там, к сердцу, к уму человека. Ну, и, соответственно, когда человек проявляет такую-то инициативу, ну, и, скажем, находим точки соприкосновения, ну, и, соответственно, человек попадает в команду, и, ну, вот, таким образом, команда, ну, таких ребят и формируется. Марат Амирович, прозвучали фразы в официальных релизах, что грядут глобальные обновления в Амире. Через полгода сайт станет гораздо лучше. Можно небольшой инсайт на эту тему? Да, ну, мы, скажем, эти обновления готовили и ранее, то есть до, вот, нашего технического сбоя. И, да, мы и с маркетинговой точки зрения, там, позиционирование, основные, там, мессенджи нашим пользователям, все это мы готовили, скажем, и до, вот, текущей ситуации. Мы, ну, сделали еще дополнительные определенные какие-то выводы, ну, из текущей ситуации, и уже с учетом дополнений, да, мы сейчас активно, ну, работаем, так сказать, над тем, чтобы, ну, все восстановить, ну, и, соответственно, запустить все наши вот эти вот обновления и наработки. И я думаю, что мы станем более понятным, более открытым, более доступным, более надежным для нашего клиента. Ну, благодаря всем этим обновлениям, вот, мы придем к таким результатам. Есть ли опасность появления кассового разрыва в связи со снижением курса биткоина по отношению к USDT или по иным причинам? Как бы тут помягче сказать правду и сказать ее помягче, да, там. На сегодня, вот, долгосрочный и среднесрочный портфель, то есть вся вот текущая ситуация, начиная, там, с середины ноября, да, там, с момента, когда мы начали первый раз, там, блокировать выводы, то есть мы там сначала их на какое-то короткое время блокировали, потом разблокировали, потом снова блокировали, потом пытались какие-то ручные вводы, ручные выводы делать, да, и, ну, плюс, может быть, какие-то еще другие внешние и внутренние факторы приводили к тому, что тут вот основная вот бизнес-модель, ошибка бизнес-модель именно в том, что когда деньги к нам приходят, они распределяются по определенным, ну, есть инвестиционная стратегия, да, там, и, там, 60-20-20, да, там, соответственно, когда деньги к нам приходят, у нас был очень бурный рост с 20, ну, с мая 20-го года по май 21-го года, был прям, действительно, мы выросли в 10 раз, ну, условно, там, с 90 миллионов мы выросли до 900 миллионов долларов, да, там, и, соответственно, портфель распределялся, ну, вот, из расчета 60-20-20. И когда с июня месяца, там, у нас начался, там, оттоп, условно, то есть мы, там, прибыль давали, например, там, 40-50 миллионов в среднем в месяц, ну, как, скажем, свежих клиентов заходило, там, на сумму, ну, скажем, 15 миллионов, приблизительные цифры, а выводы были, там, и это суммарно давало где-то, там, ну, 50-55 миллионов, да, к примеру, а выводы были на сумму, там, 70-75 миллионов. То есть, ну, там, в июне вот этот показатель у нас, там, был, там, минус 10 миллионов, там, в июле, там, был показатель, я говорю в USDT, но, если говорить в абсолютных величинах, имеется в виду в биткоинах, в эфириумах, вот, суммарно это, вот, выходило именно так. То есть, ну, за счет, например, роста биткоина, это могло не замечаться, и в отчетах были у нас, там, плюсовые значения. То есть, там, рост биткоина вырос, то есть, по факту, в абсолюте мы в минусе, а за счет роста, там, биткоина и эфириума у нас в отчетах, там, присутствовали, там, плюсы. И я в июне, ну, честно, это моя ошибка, там, в июне, в июле, в августе, так как эти суммы, ну, с учетом, там, общей капитализации, там, и суммы, которая, там, была в оттоке, это, ну, был, скажем так, незначительный, там, ну, 1%, да, там, падение на 1%. Ну, и как-то в июне, в июле, в августе, ну, честно, я не придавал этому значения, думал, что мы, ну, там, каждый месяц, там, прилагали определенные усилия в области, там, рекламы и маркетинга, и думали, что это ситуация временная и, ну, быстро исправим. Ну, соответственно, там, в сентябре, там, усилилась, там, по черному списку ЦБ, там, там, в октябре, там, это продолжилось, да, там, и в ноябре, вот, ну, уже случился, там, там, черкассы, да, там, там, потом, ну, внутренняя техническая система, как бы наша, скажем, треснула, да, там, и это привело к тому, что когда деньги приходят, они распределяются 60-20-20, а когда деньги уходят, они в первую очередь уходят из краткосрочного портфеля. То есть, они не так же равнопропорционально выходят из разных портфелей, а они сначала, условно, опустошается краткосрочный портфель, потом опустошается среднесрочный портфель, и вот в этом, наверное, была такая, ну, вот, глобальная такая ошибка, да, там, которую мы, там, в ноябре попытались, скажем, исправить, то есть, мы осознали ее ранее, там, еще в начале ноября, и, ну, мы ее попытались исправить в ноябре, ну, и потом, во второй половине ноября случился казус в Черкассах, который, скажем, повлек за собой, ну, в огромную волну, ну, и так, не на, ну, скажем, мы и так были не в почете, да, там, и так все было, ну, скажем, на высоком эмоциональном уровне, а тут еще ситуация в Черкассах, и это привело к внутренним, скажем, распрям, да, там, что мы не стали, то есть, в какой-то момент мы не стали, вот, сели за стол переговоров дружно одним, скажем, фронтом исправлять ситуацию, а мы стать виноватого, и, соответственно, весь ноябрь, там, или начало декабря у нас ушло, там, просто на внутренние какие-то разборки, где мы потеряли, там, ну, реально две недели времени, ну, и обозлили народ еще больше, да, там, ну, понятно, что эмоции, понятно, что люди, сейчас я, там, ну, там, не то, что, там, хочу найти виноватого, уже, как бы, все успокоилось, на самом деле, и сейчас мы просто уже знаем, что нам надо делать для развития, для дальнейших шагов, ну, чтобы выйти из этой ситуации и дальше развиваться, да, там, ну, вот сейчас я просто по факту, ну, докладываю, отчего эта ситуация возникла, и, соответственно, тут, может быть, нет кого-то, ну, вот, например, там, этот человек, или, там, эти люди, или вот такая-то ситуация в чем-то виновата. Я сейчас всю вину беру на себя, ну, оно так и есть, на самом деле, в том, что это ошибка в бизнес-модели, нет злонамеренного, ну, скажем, такого целенаправленного, там, скама, или, там, украсть деньги и исчезнуть, нет, это чисто бизнес-ошибка, которая, ну, по накопительной, там, привела, ну, там, каким-то, может быть, глобальным плохим результатом, там, в декабре, да, там, и уже мы, исходя из текущей ситуации, ну, то есть, началась паника, началась, ну, и так далее, и так далее, понятно, что в такой ситуации сложнее что-то предпринять, но, несмотря на это, ну, как я уже говорил, и команда поддержала, то есть, вот, была какая-то проверка на прочность, ну, вот, наши ряды, ну, честно, очень хорошо так подчистились, условно, кто есть кто, ну, скажем так, показал себя, да, там, ну, мы увидели, скажем, настоящие лица, ну, людей, которые нас окружают, окружают, но, опять же, это без каких-то либо обид, да, там, или без каких-то либо претензий, то есть, просто есть люди, которые, ну, хороши, ну, в хорошую погоду, а есть люди, которые хороши, ну, скажем, в кризис, ну, и, соответственно, как бы, вот, мы это увидели, и на сегодняшний день, как бы, это, выпутываемся, так скажем, из данной ситуации, да, ну, внешние факторы, внутренние факторы, они усложняют задачу, ну, как бы, мы этого тоже, скажем, не боимся, ну, и, соответственно, там, какие-то любые задачи, принимаем их по факту, ну, то есть, проблему решаем по мере ее появления, и какие-то решения мы принимаем, ну, в моменте, сейчас, и, соответственно, через 15 минут может произойти какое-то новое событие, которое внесет коррективы, ну, и отсюда у нас, как бы, ну, то, что мы не сдерживаем какие-то свои сроки, да, там, мы декларируем какие-то сроки, ну, и, соответственно, не выдерживаем эти сроки, ну, так как внешние и внутренние факторы, ну, прям, можно сказать, очень, ну, сильно реагируют и очень быстро, ну, как, воздействуют на текущее положение, и мы уже, исходя, вот, как бы, здесь начинаем принимать новые решения и исходим из, ну, уже текущих реалий, и в любом случае есть большой настрой на большое будущее, так сказать, и могу сказать, что свет в конце тоннеля, он уже не то, что появился, он уже ярко горит, поэтому вселяет, вселяет еще больше сил, вдохновляет, и на сегодня, по крайней мере, мы уже, я, например, чувствую себя достаточно намного крепче, то есть, если действительно была, ну, скажем, ну, нервозность, да, ну, какая-то неуверенность все равно, говорю же, я такой человек, как все, то есть, я ничем не отличаюсь от других людей, на сегодняшний день уже есть определенное внутреннее спокойствие, уверенность, да, там уже даже реакция на, я честно, ну, вот, там, кто-то, может быть, даже там пошутил, да, там, ну, просто пошутил, и я реагировал очень так вот эмоционально даже на какие-то шутки, сейчас я также могу шутить в ответ, ну, то есть, улыбаться, ну, и это как раз, наверное, и говорит о том, что уже, ну, есть какое-то понимание, понимание, с кем мы идем, понимание, с куда мы идем, понимание, чего мы хотим, понимание, как мы это будем делать. Марат Амирович, то есть, сейчас, смотрите, пересмотрелась полностью бизнес-стратегия Амир Кэпитал, то есть, уже что-то внедрилось и делается, и только после изменения откроются выводы, или все-таки выводы откроются раньше? У нас сейчас самое большое количество участников присоединилось, давайте теперь ответим на главный вопрос. Я сейчас могу сказать срок, но потом не закидывайте меня помидорами, да, там. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы выводы запустить на этой неделе, чтобы на отчетном вебинаре я уже сидел героем. То есть, у нас в субботу отчетный вебинар, ну, соответственно, от статуса Рэй и выше приходите, будет много информации о планах компании, то есть, будет уже, скажем так, коммерческая информация, которая, ну, скажем, доступна нашим инвесторам от Рэя и выше. Мы будем общаться долго, слава богу, в Алматы интернет включили, вчера, по крайней мере, интернет был, ну, круглые сутки, его не отключали. Слава богу, в Алматы, в Казахстане в целом все налаживается, ну, и думаю, что в субботу мы сможем провести планово-отчетный вебинар, и я, как подотчетное лицо, ну, перед своими инвесторами, ну, уже в цифрах, скажем, оглашу наш, скажем, план действий на, ну, ближайшие сроки, там, 3-6 месяцев, ну, и глобально, да, какие, скажем, изменения там, ну, не скажу, что прям вот какие-то прям глобальные изменения произошли, но вот коррективы существенные, и я думаю, что это существенно укрепит положение, ну, компании и дальнейшее ее развитие, да, там. То есть, ну, по крайней мере, ну, я постараюсь, скажем, по полочкам там разложить, чтобы даже, ну, скажем, самый недружащий человек с цифрами, чтобы вот ему даже стало понятно, что все хорошо. И на отчетном вебинаре мы прилагаем все усилия, чтобы вот, может, это произойдет в пятницу вечером, может, произойдет это в субботу утром, но чтобы я на отчетном вебинаре сидел прямо уже героем, что у нас выводы открыты. Мы прилагаем для этого все усилия. Ну, есть обстоятельства, которые не от нас зависящие. То есть, вот, сервис QIC, мы думали, что будет намного все быстрее. По крайней мере, три дня назад у нас было такое видение, что будет все намного все быстрее. Немножко там правовой отдел, ну, партнера, который предоставляет этот сервис, затягивает этот вопрос. То есть, вопрос должен был решиться вчера, а на сегодняшнее утро пока еще мы не знаем ответа. И мы надеемся, что мы вот успеем это все сделать, ну, и, соответственно, запустить выводы на этой неделе. То есть, мы в любом случае ждем новую компанию QIC, после этого запускаем выводы. То есть, решение ждем от них. Да, мы долго очень вели переговоры с нашим регулятором, и мы понимаем, что, ну, по закону, это нам предписано по закону. И можно сказать, у нас даже есть риск там отзыва лицензии, если мы начнем, ну, вот, какие-то вещи делать без QIC и участия ML-офицеров, да, там. Ратомирыч, придется ли в новой компании, когда мы перейдем, заново проходить верификацию всем партнерам? Не исключаю такую возможность. Мы вчера с Романом как раз обсуждали бюджет, то есть, он утверждал у меня новый бюджет на 170 тысяч долларов. То есть, новый партнер, у нас там сложность именно в передаче данных от старого партнера новому партнеру. Если мы сможем добиться, что мы просто передадим эти данные, ну, то есть, будет техническая, да, там, передача, то, соответственно, нам не надо будет ничего платить. То есть, опять же, в целях безопасности, там, внедрение Face ID, да, там, при новом партнере вот это Face ID работать не будет. Почему? Потому что, ну, просто данных нет на этого клиента. А старый уже не дает, как бы, данные. Здесь вот, как бы, затык, как бы, в этом. И регулятор, мы с ним дважды общались с регулятором, и он нам объяснил все возможные последствия, если мы, ну, сделаем, там, выводы без QIC, там, да, или, там, верификацию новых инвесторов, там, без, ну, профессионального игрока сервиса. И мы, ну, скажем, из всех зол, выбирая меньшее, как бы, действуем по... Я думаю, что на сегодняшний день не составит проблем всем партнерам пройти регистрацию заново. Я думаю, ее пройдут все с удовольствием и очень быстро. Тут есть, мне Роман объяснял, может возникнуть, скажем, люди поймут, что технически могут зарегистрироваться не под этим амбассадором. То есть у нас начнутся разборки с амбассадорами. А это, наверное, самые первые близкие люди, которые, ну, скажем, обладают доверием компании. Ну, и, соответственно, мне бы не хотелось, скажем так, враждовать с нашими амбассадорами. То есть там есть такой технический риск, что многие люди будут регистрироваться по-новому. То есть возникнет другая политическая, ну, не то, что как она, я не знаю даже, как это назвать, не политическая проблема, а там другая проблема возникнет. Тут всегда из всех зол нужно выбирать меньшее. То есть может быть дешевле заплатить 170 тысяч долларов, да, там. Может быть, там, мы сейчас всячески и на прям таком сухом юридическом языке ведем переговоры с бывшим нашим партнером. И мы натравили нового партнера. Ну, в хорошем смысле имеется в виду нового партнера, чтобы он тоже проявлял какую-то активность, агрессию, давление на старого партнера, да, там. Ну, прям в прямом смысле давление, что... Ну, чтобы он, ну, сделал то, что должен сделать, да. То есть Марат Амирович, может слететь партнерская программа при регистрации вновь, если мы будем проходить, ну, как бы, взять себе паспорт, да. Да, может появиться такая техническая возможность зарегистрироваться не туда. Ну, а если в кабинете, в принципе, высветится кик желтым, пройти регистрацию, просто проходишь ее и все. Тем более у партнеров, у которых есть деньги, они же не смогут перевести без прохождения. Ребят, да, я не буду сейчас рассказывать все технические подробности, но умные ребята могут до этого догадаться. Мы, конечно, предпримем все меры, и, как я уже говорил, из всех зол, ну, выберем меньше, да. И вот прилагаем для этого прям все усилия. Я там во многих чатах я пишу, там, слить в личке, кто ко мне обращается. Я говорю, каждую секунду своей жизни, каждый вздох. Я на сегодняшний день именно трачу на то, чтобы запустить наш флагманский продукт Амир Волит в полную силу, ну, чтобы он работал так, как он должен работать, да, ну, и как мы своим клиентам, партнерам, ну, декларируем, что свободный вход, свободный выход, вы в любое время можете держать криптоактивы на Амир Волите, и в любое время на щелчок вы их можете вывести. И вот сейчас вся, скажем, деятельность, не только моя, но и всей команды, даже из других подразделений, то есть ребята, которые должны заниматься другими проектами, сейчас подключены вот к работе Амир Волита, да, там, и мы прям вот день и ночь, вот в этом можете сто процентов быть уверенным. Вопрос, когда, когда это все? Ну, я так уже отшучиваюсь, я говорю, вот, ну, вот вчера как-то с инвестором, которым мы сидели, общались, там, полковник милиции, да, там, и так далее, я говорю, вот у вас есть сын? Он говорит, да. Я говорю, он женатый? Да. А внуки есть? Нет. А хотите? Да. И вот вы сыну задаете вопрос, говорю, ну, сын, когда, когда, когда будет внук? Вот, или дочери, например, дочери Гриши, доча, внука хочу, ну, когда будет внук? Ну, вот, когда внук? Ну, вот, пап, вот, точно, каждый день выполняю супружеские обязанности, чуть ли не, вот, скажем, вот, если роман это, скажем, новая невеста или новый жених, вот, новый жених и новая невеста выполняет свои супружеские обязанности в десять раз лучше, больше, чаще, чем предыдущие, скажем, жених. Ну, вот, пока, вот, пока момент, ну, все, все по воле Всевышнего, ну, как бы, в общем, каждые десять минут этим занимаемся, чтобы внук... Чтобы все запустить и все работало как часики. Да. Посмотрите на Амир Волит, ну, или на Амир Кэпитал в целом, да, там, Амир Волит, это флагманский продукт Амир Кэпитал, да, там, посмотрите на Амир Волит как на бизнес, ну, то есть, как на бизнес составляющую, ну, вот, представьте, что у вас есть квартира, и вы ее сдаете в аренду, то есть, она вам приносит прибыль. И вот Амир Волит, это стоимость квартиры, это квартира, и вы его можете сдавать, вот, на сегодня стоимость Амир Волита, ну, скажем, за счет того, что там ремонт, или отсутствие ремонта, скажем, за счет этого, как бы квартира стоит дешево. И мы сейчас вот, ну, предпринимаем все меры, скажем, отремонтировать эту квартиру и пустить туда арендаторов, да, там. И, соответственно, стоимость этой квартиры вырастет в десятки раз. И, то есть, есть за что побороться, есть, вот, просто вы, как, если немножко подумаете и подумаете над мотивацией Марата, ну, имеется в виду, кроме каких-то там, не знаю, там, совесть, там, еще, может быть, какие-то там страх, смерть, и мы же тебя придем, убьем. Там, то есть, многие инвесторы также, как бы, реагируют. Кроме страха смерти, совести, ну, и еще каких-то мотиваций, да, там, просто вот Амир Волит, как бизнес, уже к концу 22-го года может стоить 1 миллиард долларов. На сегодня он стоит 100 миллионов долларов, да, ну, в текущем состоянии. То есть, это как квартира без ремонта. А мы делаем сейчас евроремонт, запускаем туда это, и мало того, что там будут жить арендаторы приносить нам арендный доход, плюс, эта квартира вырастет в цене в 10 раз. То есть, есть огромная мотивация стать честным миллиардером, то есть, не, вот, там, не кинуть. И если, ну, скажем, вы вот над этим подумаете, и когда, ну, осознаете, то, как бы, спокойствие придет. Когда придет спокойствие, вы, соответственно, меньше, скажем, будете меня отвлекать, и я могу больше, больше времени уделить ремонту и запуску, да, там. Вот как раз-таки, мне кажется, события в Казахстане помогли вам отвлечься и уделить больше времени именно на решение текущих задач без интернета и сотовой связи. Ну, тут палка о двух концах, честно, то, что происходит в Казахстане, не есть повод, там, гордиться или... Ну, честно, морально, психологически, оно в худшую сторону, конечно, влияет. И как ответственный, опять же, человек, я считаю, что вот Амир Кэпитал не доработал, Амир Кэпитал что-то не доделал, чтобы такой ситуации не произошло, да, там. И я-то как участник внутри, то есть у меня есть очень много родственников, знакомых, друзей, да, там, и где-то в каждой семье где-то что-то произошло. И произошло не есть хорошее, да, там, например, ну, одного из наших инвесторов, ну, просто вот ограбили и просто нагло там, подожгли машину, которую он купил, там, в октябре, в сентябре новый, там, новую машину, он, там, снял деньги, там, наконец-то, там, не имея кредитов, зажил по-человечески, его просто мародеры, там, на улице ограбили, то есть постучали, там, в окно, сказали, присоединяйся к митингу. Он отказался, они его за волосы вытащили из машины, избили, подожгли машину, ну, и так далее, и тому подобное. То есть то, что в Казахстане произошло, оно эмоционально тоже очень сильно отвлекало. Да, было пару дней, когда вообще не было интернета, и, соответственно, мы с командой просто сели и ручкой, бумажкой, ну, так скажем, дедовским методом мозгоштурмили и очень плодотворно провели это время. Ну, опять же, это не потому, что в Казахстане, я думаю, что если бы в Казахстане этой ситуации не было, мы бы еще больше плодотворней провели бы это время. Ну, понятно, Мария, все понятно. Марат Амирович, санрайз-программа отпугивает многих инвесторов, полагая, что эта пирамида будет, но будут ли изменения именно по санрайз-программе? По санрайз-программе изменения будут. Мы добавили четвертую, ну, скажем, четвертую категорию, то есть между инвест-партнером и амбассадорами появится еще одна прослойка криптокоучи. Не скажу, что там прям какие-то глобальные какие-то изменения, но к амбассадорам требования прям повысятся. И мы еще, одна из ошибок была, что мы амбассадоров наделили очень сильно информационной составляющей. То есть мы доверие инвесторов к амбассадорам взращивали сами. И когда некоторые амбассадоры повели себя, ну, вот как простые люди, они тоже испугались, они тоже паниковали. И многие инвесторы амбассадорам верили как компании. И, соответственно, некоторые амбассадоры вели себя просто как люди. То есть они не вели себя как представители компании, они вели себя как люди, ну, и выражали какое-то свое эмоциональное состояние. И мы, учтя вот какие-то такие ошибки, ну, то есть мы хотим, может быть, вот информационную составляющую от амбассадоров, скажем так, увести, ну, непосредственно к самой компании. То есть чтобы рупором, там, глоссарием, там, каких-то новостей, ситуаций и так далее, и так далее, там, чтобы была сама компания. У амбассадоров функция немножко другая, да, там. И, соответственно, мы, ну, вот, пересмотрели функции амбассадоров, добавили очень много образования. Мы очень много образования добавили как к инвесторам, мы добавили очень много образования инвест-партнерам. И теперь вход в Sunrise программу может, вот, ну, технически останется так же, но переход с уровня на уровень будет, ну, такое жесткое тестирование. То есть мне бы хотелось, чтобы наши инвесторы знали разницу между токеном Финника и токеном АМИХ, чтобы они, ну, вот, даже Рэй мог внятно, четко объяснить, ну, разницу между, хочется какой-то пошлый пример привести, ну... Вы приведите, это прекрасно заходит. Ну, то есть есть, там, благородный мужчина, да, там, а есть, вот, скажем, вот, многие девочки, ну, девочки хотят выйти замуж, да, к примеру. И есть, там, курящий или, там, полунаркоманищий парень, такой весь деловой, там, ну, там, разговаривающий на каком-то современном языке, да, там, а есть какой-то, вот, ну, спортсмен, да, там, спортсмен, который не пырит, не пьет, хочет стать чемпионом мира. Соответственно, ну, девчонки клюют больше на картинку. Ну, на парня полунаркомана, который вдоль Чегабана, ну, и потом сидят, плачут, что вот он его кинул, да, ну, соскамился. А тут, вроде бы, вышла замуж за спортсмена, а он получил травму. Ну, вроде бы, тоже обещал, как бы, много чего, а тут на соревнованиях получил травму, да, там. И тут, ну, как бы, вот, научиться различать вот этого полунаркоманного, полунаркоманного, ну, скажем, несерьезного парня, да, который, ну, преследует цель только с тобой повеселиться. И, ну, серьезного какого-то, там, спортсмена, да, там, но который тоже есть риск, что он может, ну, травмироваться, да, там. Ну, травма-то вылечится, и мы пойдем дальше. А вот полунаркоманистый этот. И мне бы хотелось, чтобы вот наши инвесторы понимали и отличали вот эту вот разницу прям вот полунаркоманистого, там, несерьезного, там, который вот, ну, просто надлюбит и бросит, или вот над какими-то, ну... Марат Амирович, ну, то есть будут изменения, даже прежде чем стать нашим партнером, инвест-партнером, нужно будет пройти какое-то обучение? Да, обязательное будет обучение и обязательное тестирование. Даже, вот, есть у нас такое понятие, как программа лояльности. Например, в управляющей компании Амирфинанс мы даем программу лояльности, мы добавляем, ну, вот, салары за, там, увеличение суммы, и у нас есть понятие сан, да, то есть уровень сан. Ты можешь, имея свой личный счет в миллион долларов, быть саном. И до сегодняшнего дня, там, ну, или, там, скажем, по старой санрайз-программе, он мог привлечь любого одного инвестора и получать от него доход, как сам. Мы сейчас ввели... Он ставит галочку о вступлении в санрайз-программу, и все, и он получает с любого партнера 25%. Сейчас он ставит галочку, и он сдает пять тестов. Первый тест – это Spark, второй тест – Ray, третий тест. Я просто был сильно удивлен, когда международный амбассадор мне не смог объяснить разницу между токеном Финника и токеном AMX, да, или, там, AVC, да, там. Ну, то есть, ну, вы же выпускаете, говорит, токены, значит, вы Финника, говорит, все, значит, скам. И это мне говорит международный амбассадор, да, и транслирует еще, ну, как бы, на всю свою структуру. И мы понимаем, что есть вот большой пробел компаний. Это не пробел международного амбассадора. Это большой пробел компаний. Именно это изменение в бизнес-модели. Это бизнес-ошибка. Это не потому, что вот амбассадоры плохие, да, что вот это все пришло. Эта компания не создала каких-то условий, чтобы, ну, амбассадоры были другие, а не такие. И сейчас мы эти, как бы, выводы для себя сделали, и все это вот в кратчайшие сроки. Я думаю, до Sunny Day мы это все уже внедрим, и, соответственно, будет, ну, переаттестация, переаттестация партнеров. И всех амбассадоров? Все амбассадоры пройдут заново? Абсолютно все амбассадоры пройдут переаттестацию. Марат Амирович, раз вы уже про Sunny Day заговорили, когда он будет, и если есть информация, где, хотя бы числа ориентировочные? Я еще все по-старому. На самом деле бренд Sunny Day, он передан Sunny Man. То есть у Sunny Man будут ежемесячные форумы. По планам развития проекта Sunny Man у него будут ежемесячные форумы, по типу вот Synergy Global Forum, ну, вот Атланты, к примеру. То есть у Sunny Man будет свой форум, и он будет называться Sunny Day. И этот бренд был передан туда. Сейчас я просто это по привычке называю, но на самом деле это просто день рождения компании. То есть это Амир Бевдей, да, там, и он там 21 марта у нас, да. И, соответственно, мы его хотим отмечать вовремя. Ну, то есть, как всегда, он будет у нас там во второй половине марта. По месту дислокации, ну, опять же, коронавирус, ну, и всякие такие политические и какие-то другие ситуации вносят свои коррективы. Ну, думаю, что он, ну, он у нас точно состоится. Где, ну, объявим в ближайшее время. Ну, имеется в виду, ну, в крайнем случае, в нашей любимой Турции или в Дубае, да, то есть или в Казахстане. Марат Амирович, я думаю, на сегодня можно заканчивать. Если вам какой-то вопрос понравился, прям откликнулся, то озвучьте его. Подарок за самый лучший вопрос. Если я скажу, когда откроют выводы самый лучший вопрос, мы не сможем раздать ЕСДТ, мы затруднимся, мы затруднимся. Остальные вопросы, может, там не оставим. Давайте оставим сегодня без подарка и перенесем это на следующий раз. И увеличим сумму. Увеличим сумму подарка тех, кто придет на отчетный вебинар. Да, Марат Амирович, я, кстати, хотела сказать, на отчетном вебинаре вы уже более подробно расскажете о том, как все-таки будет происходить внутри компании. Да, это уже вопрос коммерческой тайны. Ну, и, соответственно, все цифры я уже буду предоставлять перед инвестором, перед которым я обязан отчитываться, о проделанной работе за год, о проделанной работе за последний месяц, ну, и о планах на ближайшую перспективу. Ребята, так что всех приглашаем вас в субботу в 10 утра по Москве. Встретимся на отчетном вебинаре. Надеюсь на то, что будет еще большее количество людей, чем сегодня пришли на нашу передачу крипто-шоу «Криптомир». Марат Амирович, благодарю вас за то, что вы могли выйти в эфир. До следующей среды. Надеюсь, что в следующую среду мы с вами встретимся уже в 18.00 в наше привычное с вами время. До свидания. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok